Уважаемые любители моих небольших роликов о науке! Сегодня у меня такая очень простая функция, практически конферансье. Дело в том, что уже исполняется год, как из жизни ушел выдающийся отечественный палеонтолог, эволюционист и мой хороший друг Владимир Рудольфович Олефанов. Дело в том, что его судьба была довольно непростой и смерть наступила от того, что его последние примерно два года травили методично его собственные коллеги, значит, заглядатые различные и всякие завистники, которые пытались испортить ему жизнь. Но ученые, они, как известно, натуры тонкие и не все выдерживают таких откровенных издевательств или предательств своего любимого дела. Он ушел из жизни перед самой защитой докторской диссертации, которая и послужила одним из инструментов его травли. В этом участвовали известные личности. Когда придет время, я про них с удовольствием расскажу, потому что зло должно быть наказано рано или поздно. Так вот, Владимир Рудольфович испытывал большое давление и отчасти благодаря ему мы сейчас сможем познакомиться с вами с его, собственно говоря, диссертацией. Его заставили в институте геологическом под названием очень поучительном «Все геи» еще в 2019 году выступить и рассказать, практически сделать полный доклад о диссертационной работе. При этом это было абсолютно не нужно, поскольку этот институт выступал в качестве ведущего учреждения. Формалистика. Подписывали диссертацию, собрали члены ученого совета, специалисты сказали свое мнение, проголосовали и все. Но тут со всеми научными извращениями вроде бы как все нормально, но не совсем. Заставили делать полноценный доклад. Вот благодаря этому докладу, который я записал в полном объеме, мы с вами и познакомимся с сутью фундаментальнейшей работы Владимира Рудольфовича, которую он делал на протяжении 10 лет, а шлифовал там до зеркального блеска. Феноменальная работа, посвященная эволюции и систематике вымерших ящериц, о чем можно только пожалеть, что эта работа не получила своего продолжения. Здесь будет только его, по сути дела, диссертационный доклад без дискуссий. Почему? Потому что дискуссию я из глубокой жалости к членам ученого совета этого института, все геи, я публиковать пока не буду, потому что после такой дискуссии обычно институт положено закрывать, ибо по уровню безграмотности, агрессии и глупости с этим мало что может сравниться. Ну и к тому же мне жалко стареньких геологов, которые подпрыгивали в той области, в которой они абсолютно не разбираются. Он такой удел популяризаторов. У нас таких полно, как вы знаете. Поэтому, уважаемые слушатели, я лишаю вас возможности посмеяться, слушая комментарии этих ученых. Ну вот, а даю возможность познакомиться, собственно говоря, с сутью работы Владимира Рудольфовича Алифанова, которую посвящаю годовщине его смерти. Приятного вам просмотра. Может быть, это позволит вам, так сказать, сформировать какие-то новые мысли о том, как эволюция животных отражает эволюцию нашей планеты. На этом до свидания. Еще раз, я первый раз выступаю в этом зале, я раньше никогда не доводилась. Еще раз повторю, меня зовут Алифанов Владимир Рудольфович, я сотрудник Палеонтологического института, и профиль моей специализации, ископаемая, присмыкающийся. Ну, в основном ящерицы, и у нас есть работа по динозаврам. Ну, в данном случае я представляю доклад по теме подготовленной диссертации на соискание степени доктора биологических наук, и доклад мой называется «Ящерица, лацертилия, мезозоя, раннего кайнозоя Центральной Азии», что написано на слайде. На слайде. Ящерицы – это довольно большая, современная и широко распространенная группа, в основном мелких, присмыкающихся, и которые включают не менее трех с половиной тысяч видов. Ну, конечно, специалистов здесь в зале по ящерицам, конечно, нет, но всем, наверное, известны народные классификации ящериц. Все что-то когда-то слышали про игуа, ногам, сцинков, гекконов, баранов. Палеонтологи должны наверняка знать о мазозаврах. Это довольно известная группа крупных мезозойских ископаемых ящериц. Ящерицы были распространены не только в современности, они распространены не только в современности, но и представлены палеонтологически. История ископаемых ящериц довольно давняя. Первые формы были открыты порядка 250 лет. Но палеонтология ящериц развивалась очень медленно, в силу того, что ящерицы мелкие, быстро разрушаются при захоронениях. И поэтому все очень долго-долго-долго материалы накапливались. Но в последнее время ситуация изменилась. Появилось очень много находок в разных странах мира. Появились даже специалисты. Возник широкий интерес к ящерицам. И тема, в общем, стала актуальной. Но даже на этом фоне уже давно и, видимо, еще долго будут в особом положении материалы из Монголии, поскольку здесь, на небольшой относительной территории южной части страны, открыто большое количество местных нахождений ящиц, не менее 20, а то, в общем, и больше, это как считать, из которых происходят, в общем, большие сборы. Собирали ящериц в Монголии достаточно давно. Первые там появились американцы, собрали небольшую коллекцию, опубликовали в 20-х годах прошлого столетия, опубликовали в 43-м году. Дальше в Монголии работали много международных экспедиций. Поляки, американцы, японцы, австрийцы. Каждый отряд собирал какие-то материалы по ящерицам. Но вот с ящерицами повезло. И коллекция собрана палеонтологическим институтом, вернее, совместная с советско-монгольской палеонтологической экспедицией коллекция, которая в основной своей части оказалась в палеонтологическом институте, одна из самых крупных в мире. Благодаря тому, что материалы были собраны из общих местонахождений, и ряд уникальных местонахождений, таких вот, как миловое местонахождение в Ховах, в Центральной Монголии, очень продуктивное местонахождение на юге Монголии. Ну, как я сказал, оттуда происходят, ну, буквально, если не десятки, то сотни образцов. По качеству материалы разные. Ну, вот обычные качества материала, вот как здесь на фотографии, это отдельные кости, позвонки, части фрагмента и конечности, части черепа, челюстные кости с зубами. Ну, работать с таким материалом довольно сложно. Ну, в позднем у находки представляют из себя более полные материалы. Это иногда фрагментарная черепа, целые черепа, редко бывают и скелеты. Ну, конечно, когда ты занимаешься группой ограниченной территории, то всегда интересно посмотреть, что творится за пределами Монголии. Ну, мы в своей работе пытались следить за тем, что делается в Средней Азии, в России, в Китае, ну, и в других странах Азии. Вот, эти материалы мы старались учитывать, тем более, что некоторые данные очень полезны для нашей общей работы. Дело в том, что в Монголии материалы представлены из относительно узкого интервала времени. Там в основном меловые и полиогеновые материалы. А вот, скажем, юрских находок не сделано. Но зато такие есть в Киргизии и в Казахстане. Ну, есть другие многие интересные находки. Ну, при таком количестве материала, конечно, было бы логично поставить цель нашего исследования максимально широко. Ну, мы ее увидели в том, чтобы проследить, реконструировать историю ящериц на территории Центральной Азии. Ну, под Центральной Азией мы имеем в виду и область, такого широкого, область большого количества находок, ну, и заодно древний палеоконтинент, который был во второй половине Азии окружен морями и который, видимо, являлся центром происхождения многих групп позвоночных животных, в том числе и ящериц. Ну, и главная цель нашего исследования была достигнута через ряд изложенных здесь на слайде задач. Мы, в общем, старались изучать морфологию ящериц. То есть, морфология была важна для того, чтобы соотнести ее с данными классификации. Таких классификаций довольно много, но мы, как казалось, столкнулись с большим разнообразием ящериц. В какой-то момент нам потребовалась собственная классификация ящериц. Конечно, много времени ушло не только на сбор, но и на препарирование образцов при большом объеме. Это довольно сложная задача. И при фрагментарности определить эти образцы бывает исключительно сложно. Ну, с какого-то времени нас уже стали интересовать, когда работа продвинулась, каким образом шло формирование разнообразия ящериц на территории Центральной Азии в течение мела и полиогена. Ну и дальше нам казалось интересно проследить, подумать на тему о том, какие биотические и абиотические события влияли на разнообразие группы. Ну и одна из довольно важных задач при изучении ящериц – это экзогеография. При этом, конечно, роль Центральной Азии при усадении с постановления групп тоже была задача, которую мы попытались как-то осветить и решить. Первое защищаемое положение, если можно, я не буду зачитывать, это, наверное, хорошо видно, но я скажу двумя словами, защищаемое положение относится к данным морфологии. Морфология – один из таких крупных разделов нашей работы, поэтому тут ничего не сказать абсолютно нельзя, может быть, это не очень для коллег интересно, но тем не менее. Напомню, что ящерицы традиционно классифицируются в составе надотреда скломата вместе со змеями и амфизбенами. Ну, дальше их включает инфракласс или подкласс липидозаурия, и дальше ящерицы попадают в таксон диапсида. Диапсида – это те, у которых две височные дуги и два височных окна. В реальности диапсидных ящериц на самом деле не существует. Для ящериц характерно одно височное окно, одна височная дуга. Такой тип обычно называется парапсидным. Есть небольшой процент анапсидных ящериц. Таких немного, но они все-таки есть. Существует много определений ящериц, зоологических, морфологических. Я на этом останавливаться не буду, а подчеркну самое главное, что характерно для ящериц. А для ящериц характерен кинетизм. Кинетизм – это подвижность верхней челюсти, независимая подвижность верхней челюсти относительно нижней челюсти. И эта подвижность верхней челюсти осуществляется не сама по себе, а в рамках конструкции макселлярного сегмента, то есть покровных костей крыша черепа, относительно нейрокрайной, то есть мозговой коробки. Череп при кинетических движениях совершает довольно сложные движения, которые фокусируются в двух подвижных поперечных осях. Одна из них называется меза, другая имеет кинетическую ось. Благодаря такой конструкции череп ящериц называют амфикинетизмом. Амфикинетизм нужен для того, чтобы справляться с легкой и подвижной добычей. У ящериц при этом челюсти работает по принципу пинцета или системы указательной большого пальца человеческой руки. И появляется возможность манипулирования с объектом. Ну, кинетизм довольно широко распространен. Есть он, например, у змей, у птиц. Кинетиз череп ящериц напоминает кинетиз черепа птиц. Что бы я хотел сказать главное, показывая на этот слайд. Ящерицы являются обладателями довольно сложной, уникальной морфо-физиологической адаптации. Такой тип кинетизма ни у каких рептилий или вообще современных животных не известен. Это одно из основных положений, по которому мы считаем, что ящерицы группа монофилиптическая. И никакие другие таксоны, вот как иногда считают змеи, от ящериц не произошли. Но в своей практике мы столкнулись с тем, что у нас недостаточно остеологических признаков для определения ископаемых таксонов и групп. Поэтому мы постарались поискать такие признаки среди современных ископаемых ящериц и нашли. Довольно много уникальных признаков у ящериц сосредоточено на строении нижней челюсти. Но здесь ключевой момент следует отметить настроение зубной кости, которое может быть короткой, длинной, умеренно длинной, очень длинной. Задний край зубной кости обладает отростками. Их обычно три, иногда бывает и меньше. И композиции этих отростков, степень их развития легли в основу нашей типологии нижней челюсти ящериц. Их таких типов мы ввели шесть, определили шесть. Некоторые из них названы по таксонам, которым они свойственны. Например, у баранов англиморф, зубная кость короткая. Вот вы видите три отростка, вот желто покрашена венечная кость, которая налегает сверху на зубную кость. А вот у агамо-хамелеонов зубная кость длинная, вот супрангулярный отросток разрастается назад, и всегда он разрастается выше переднего супрангулярного отверстия. Оно вот здесь. И это довольно устойчивые признаки, даже уникальные признаки, по которым можно определить ту или иную группу. Ну, часть признаков у ящериц попадает в категорию мозаичных. Вообще, многие жалуются и часто говорят, что ящерицы трудны для изучения, поскольку они как бы полны повторениями. Почти все признаки мозаически проявляют себя в разных группах. Но есть параллелизмы не только мозаичного толка. Есть группы признаков, которые неожиданно повторяются в разных таксонах. Например, некоторые ящерицы изобретают из себя таких копателей, и тогда их довольно сложно бывает отличить друг от друга. Но есть категория признаков, которые каким-то образом формируются параллельно, независимо и регулярно во всех крупных стволах ящериц. Вот к такой категории относится тип нёба. Нёба у ящериц бывает в основном двух типов, которые я здесь изобразил. Нёба у ящериц сфенестрирована благодаря возникновению вот этого суборбитального окна. Ну и два типа, они связаны с тем, что зубная кость может участвовать в обрамлении окна или быть изолирована благодаря связи нёбных костей. Ну два типа, которые мы выделили, свойственны в одном случае варанам, поэтому вараны это платиноты, поэтому мы назвали платиноты платинарный тип, и веретеницам, поэтому мы их назвали диплоглосы платинарным типом. Вроде бы кажется, что типы могут быть один переходить в другой, но на самом деле это стадии довольно сложного трансформационного ряда. Не будем, наверное, разбираться, если будет вопрос, я готов на это ответить. Не просто трансформационного, целого семогенетического дерева, пожалуй. Следующее защищаемое положение касается классификации, которую мы разрабатывали на протяжении долгого времени для ящерицы. Такую классификацию нам удалось создать, работали мы долго, но теперь она, в общем, примерно готова. Главное, что в этой классификации нам удалось определить шесть основных таксонов ящериц. Это инфраотряды. Инфраотряды мы предложили выделить еще, так сказать, градацию таксонов, микроотряды. И дальше, так сказать, можно в такой конструкции классифицировать уже все остальное разнообразие ящериц. Оно оказалось довольно большим. Если учесть их современное ископаемое разнообразие, то группа включает более 60 семейств. Ну, если говорить два слова об истории изучения ящериц в логенетическом аспекте, ну, все современные классификации ведут свое происхождение от Чарльза Кэмпа, который в 1923 году создал свой вариант, и он долгое-долгое время оказался незыблемым. Ну, с 1988 года появляются первые кладистические классификации ящериц. Они объявили себя преемниками Кэмпа, а Кэмпа назвали первым кладистом. Ну, и дальше, в общем, изобразили дерево, которое отличается от Кэмпа. Обратите внимание, что у Кэмпа диктомическое дерево, а здесь мы видим последовательные ветвления. Тут, что важно учесть, что базальными ящерицами объявляются иглания, а с продвинутыми ящерицами соединяются антизгены и змеи. Ну, при этой конструкции ящерица объявляются не монфилитичной группой, вот, и сколько бы работ кладистического толка не было с того времени, в общем, конструкция, она примерно одна и та же, отличаются детали. В последнее время появились исследования с применением новых методов, которые называются молекулярная систематика. Вот, здесь в последние годы целый вал работ. У них классификация ящериц довольно похожа на классическую, но есть и некоторые отличия. Базальными они довольно упорно ставят гекконов, а продвинутыми, оказывается, ну, кроме всего прочего, иглани. Ну, в общем, ситуация такая становится неопределенным, налицо конфликт результатов филогенетических исследований, которые, с нашей точки зрения, только повышают ценность традиционных сравнительно-морфологических исследований. Ну, вот такую классификацию мы разрабатывали довольно много лет, как я сказал. Вот, ну, основные ее положения, основные таксоны — это инфраотряды, которые отличаются по строению нижней чивости. Инфраотряды легко различаются по строению височных дуг. Вот, и каждый инфраотряд можно разделить на два микроотряда. Микроотряды, как правило, не как правило, а почти без исключения, различаются по типу строения неба. Микроотряды — это внутри себя включают семейства, они довольно обильные. Вот, за одним, пожалуй, исключением вот этот микроотряд включает одно-единственное семейство — это хамелеоны. Но история хамелеонов, к сожалению, плохо изучена. Да, и, кроме того, хамелеоны очень-очень необычная группа. Ну, с такой квалификацией мы попытались уже разобраться с макротаксонов, попытались разобраться с родовым и видовым разнообразием. В итоге, если взять данные из Монголии, прилегающих стран, описано более сотни видов, ну и чуть меньше родов. Вот, видите, роды и виды нам удалось определить в составе 38 семейств. Все эти семейства встречены в ископаемом состоянии. Вот. Дальше в моем докладе следует небольшой обзор ископаемых ящей, чтобы можно было себе представить, как выглядят материалы. К сожалению, времени не так много, поэтому я, наверное, вынужден эту часть сократить и быстро пролистать. Но скажу самое главное. Ангиоморфы – это инфраотрет ящериц, в которых включаются варанообразные плотиноты и веретенецообразные диплоглосы. Ну, веретенец – это ангиосфрагиолис, безногая ящерица, ломкая веретенеца. Она обитает, так сказать, в наших краях и сейчас. Диплоглосы – это родственники современной веретенецы. Ну, у всех хорошо известны вараны. Вараны иногда можно услышать, что группа древняя, мезозойская. На самом деле это вовсе не так. Род варанус скорее неогеновый. Ворониды – группа кайнозойская, ранний кайнозойская. Они в раннем оцене первые появляются. А вот в Милу существовали несколько групп варанообразных ящериц, которые являются дальними родственниками либо варанов, либо гидозубов. Есть еще в Северной Америке такая интересная ящерица. Ну, вот представитель родственников этих гидозубов – гибидерма. Ну, известность получила, описанная американцами из Тейси – это большая, огромная ящерица, примерно 12-15 сантиметров челюсть. Для нее описаны еще характерные зубы с желобками, для которых предполагается наличие ядопроводящего аппарата. Очень много сцинков. Они довольно разные, многочисленные, несколько семейств. Вот красным показано то, что встречено на ископаемых состояниях. Ну, ближайшие родственники наших сцинков, ну, например, вот этих, это представитель семейской ископаемой промоциллоги. Ближайшие родственники обитают в Южной Африке. Ближайшие родственники вот этих ископаемых форм обитают в Северной Америке. Это современные ксантузииды. Это эндемичная группа, вымешая, современных родственников нет. Следующий инфраотряд. Он представлен, он не очень хорошо представлен, палеонтологически, но здесь интересно находки гекконов. Это две находки, сделанные в Монголии. Здесь есть небольшая проблема. Дело в том, что современные систематики гекконов раздробили на несколько семей, при этом не дали им характеристики остеологические, корнеологические. Поэтому мы не можем привязать ископаемые находки к современной классификации. Гекконов мы указываем в таком общем виде. Дальше начинается игуань, которые очень разнообразны в ископаемом состоянии, и особенно в Монголии. К гуане мы относим макротеид. Макротеиды это южноамериканская в основном группа. Но вот тут появляется в Монголии. Сюда же попадают мазазавры. Ну, про мазазавры я говорил. Огромные водные ящерицы. Самые крупные представители 15-17 метров. У них ласты, конечности преобразованы в ласток. А в Монголии мы встретили, сначала поляки описали, это наша находка, форма, которая миниатюрная. Вот этот череп, он буквально там 3 сантиметра, 2,5 сантиметра в длину. Это были наземные мазазаврообразные ящерицы, которые, видимо, являлись наземными предками вот этих больших гигантских мазазавров, водных мазазавров. Существует представление, чтобы назазавы произошли от варанов, тут, скорее всего, эта гипотеза неправильная. Ну, вот еще одна группа, которой, по идее, в Центральной Азии быть не должно, поскольку по всем теоретическим представлениям эта группа должна произойти в южных континентах. Ну, вот это игуаны или игуаноморфы. В Монголии встречено 4 нами, определено 4 семейства. Три из них, вымершая группа, одна современная. Это фриносоматиды. Фриносома сама питается в Северной Америке, небольшая маленькая ящерица, и она забавна тем, что при испуге брызгает капелькой крови. Вот есть такие родственники. Ну, еще одна группа, тамуджениды ее назвали, которая, по-лизимому, является эндемиком Центральной Азии. При этом, тамуджениды представлены в позднемилу и в раннемилу. Совсем неожиданный элемент – это среди родственников хамелеонов. Хамелеоны, все знают, это группа, которая обитает в Южной Африке, на Мадагаскаре. Правда, каким-то образом они попали в Индию, но в Ниогене они даже достигли Европы, и где-то одни находки в Германии, есть в Праге. Но, несмотря на свою неуклюжесть, география довольно широкая. Но в Монголии, в позднемилу и в полиогене хамелеонов нет. Но есть дальние родственники хамелеонов, они очень разные. Группа в Милу процветала. Все хамелеобразные ящерицы отличаются и типом неба, и, что интересно, у них очень разнообразное строение зубов. Некоторые ящерицы напоминали игуан, некоторые макротеид, некоторые современные хагам. Вот эта группа прескагам, хочется сказать, что она вымершая, но на самом деле есть представители, которые обитают в современной Южной Америке. Там они считаются игуанами. Ну и последняя группа, которая, может быть, больше всем знакома, это агамы и их родственники. Здесь тоже очень большое разнообразие строения зубной системы. И обратите внимание, что есть представители с очень сложной системой. Это находка не наша, не монгольская, а американская. Но есть похожие ящерицы, у них земная система чуть попроще. Но у современных хагам зубы разделены на низкой серии. Есть клыковидные зубы, есть клыки, когда возникают на верхней челюсти, и на нижней. Есть только на нижней. Но, в общем, группы очень-очень разнообразные. Следующее положение. Оно касается реконструкции этапов ящериц на территории Центральной Азии. Не буду зачитывать. Таких этапов насчитывается три. Каждому этапу соответствует своя группа доминант. Но здесь я хотел сделать небольшое отступление и чуть-чуть поговорить про стратеграфию Монголии. При этом мы сами стратеграфией никаким образом не занимались, но столкнулись с некими сложностями. Иногда в работах американских, не только американских авторов, можно встретить, вот они обсуждают какие-то проблемы. И вдруг касается материал Центральной Азии и Монголии. Они как бы эти материалы отвергают, поскольку утверждают, что датировки все неправильные и неточные. Поэтому говорить о чем-то довольно сложно. Немножко обидно за наш материал, поскольку на территории Монголии работали большие группы геологов советских, стратеграфов, палеонтологов, вот, но не только. Там же работали в какое-то время и американцы, и поляки. И тут, в общем, мы столкнулись с некоторым конфликтом результатов. Наши специалисты, значит, обследовали всю Монголию, собрали материал, но провернули колоссальную работу, создали общую схему. А вот, скажем, поляки, они работали, их интересовали красноцветы, с динозаврами, млекопитающими ящерицами, вот, так сказать, в более узком смысле. И у них сложилось некое другое впечатление на стратеграфию ключевых местонахождений Монголии. Я бы отметил, не буду про все говорить, одну важную деталь. Вот у наших специалистов все красноцветы попадают в так называемую барунгайотскую свиту. Поляки, монголы, американцы с этим не соглашаются, и они все-таки, барунгайотская свита была выделена Мартинсоном и, по-моему, группой соавторов. Они считают, что Джадокта, выделенные американцами, и барунгайот, это, в общем, разные стратоны. И там, как предполагают, что разная фауна, но каких-то ключевых данных не представлено. Поэтому датировки этих стратонов, они, как видите, недружные. То такой интервал, то такой, то другой, то широкий, то более узкий. Мы с этим столкнулись в своей практике только потому, что у нас очень много ископаемых ящиц из барунгайоты, из Джадокты. И вы как-то в какой-то момент стали перед выбором, а как их, собственно говоря, датировать, и как обозначать свиты. Вот такое обескураживающее обстоятельство. И долгое время ситуация была неопределенной, но как-то волей случая нам удалось в эту проблему проникнуть немножко сбоку. Что называется, мы изучали фауну монгольских динозавров, и оказалось, что в коллекции Палеонологического института есть рогатые динозавры из барунгайотской свиты. И они оказались совсем другие, чем известные в Джадокте. Ну, в Джадокте рогатые динозавры, они стоят в Палеонологическом музее, их можно увидеть, что американцы собрали около 40 скелетов. В общем, это довольно-таки типичная форма процератов с эндрюзи. А вот в Джадокте оказалось совсем другое. Нам удалось обнаружить несколько черепов и в полях, и в коллекциях. И даже выделили семейство, новое семейство рогатых динозавров, которые отличаются от в основном джадокских. Отличаются они строением черепа. Ну, например, здесь непарные носовые кости. На них, как вы видите, формируется рожок. Возникает дополнительное окно. Вообще-то это близкие группы, но тем не менее семейство одно, и разнообразие видов большое. Ну, из того, что я говорю, можно сделать уже один довольно интересный вывод. Как бы мы не симпатизировали данным наших геологов и стратиграфов, все-таки барангайлевская фауна и джадокская фауна разные. Вот, пока мы описывали рогатых динозавров, вышли данные с описанием новых динозавров из Китая. Там они нашли персноцветы джадокского типа. Из них тоже есть рогатые динозавры. И вот оказалось интересно, это местонахождение Баян-Мандаху. В Баян-Мандаху удалось обнаружить продвинутого протоцератопса. Они его назвали геликоринус. У него вместо носовых костей большие такие лопасти, огромный воротник. Но это другой вид и продвинутый. И одновременно они нашли архаичного багоцератопса. Из этого следует почти классическая картинка, что, видимо, барангайлевская фауна и джадокская фауна были связаны друг с другом через разрыв. А вот этот разрыв заполняет формация Баян-Мандаху. Примерно вот таким образом мы действовали. Дальше нам стало очень интересно. Мы попробовали посмотреть, как распределяются динозавры по всему мелу на территории Монголии и Центральной Азии. И обнаружили еще одну запеномерность. Здесь мы уходим, правда, за пределы рогатых динозавров. И мы вынуждены обратиться к группе утоносных динозавров или гидрозавров. Это большая мезозойская группа с очень сложной запутанной систематикой. Но, тем не менее, оказалось, что она представлена в летописи этапно. Ну, вот, например, для базального позднего мелу характерно оралозавры. Оралозавры отличаются от других гидрозавров тем, что у них есть фонтанель. Такая, как бы, дыра в крыше черепа. Но в самом позднем мелу появляются гипакрозавры. Их довольно много. Появляются они раньше, но в постбармогайоское время это очень разнообразная группа. Но между этапом развития оралозавров и цератопсовым этапом появляется группа утоносных динозавров, у которых гребни полые. Потом, в более позднее время их очень много, но на этом этапе они еще довольно архаичные. Вот у нас созрела идея выделить несколько таких этапов фонистических. И мы их назвали этапами исторического развития, каждому из которых соответствует своя группа динозавров. Но такая классификация позволяет подтянуть в общую схему многие-многие-многие местонахождения, разрезы которых полным образом не представлены. Это часто беденды с изолированными находками. Но, тем не менее, это все наводит порядок. Тем более, что в этих местонахождениях довольно много ящиц показано звездочками. Ну и, кроме того, мы обнаружили в классической схеме Монголии некоторые важные для нас детали. Вот про развив я говорил, но, скорее всего, схема монгольская, она не очень полная. Нет наиболее поздних этапов, нет наиболее ранних этапов. Но эти ранние этапы заполняются данными из других регионов, не только из Китая, но и из Казахстана и других стран Средней Азии. Ну, дальше есть что поговорить и про ранний мел. Тут существует дискуссия, но я все-таки вернусь к ящерицам. Мы подготовили некоторые таблицы, которые показывают более наглядно, как происходило развитие ящериц на территории Азии в разное время. На территории Центральной Азии в разное время. Ранний мел. Для раннего мел очень характерна сцинкоморфы. Здесь выделены градации, которые показывают, что от Юры до Аптальба идет довольно медленное накопление разнообразия. Потом это разнообразие продолжается в виде всплеска разнообразия, а за ним идет угасание разнообразия. Следующая ситуация, поздний мел, похожая картина, постепенное накопление разнообразия, вспышка разнообразия в кампании. За ним, еще до мастерской элгемии, разнообразие ящериц резко довольно падает. Для, как я уже сказал, для новогтинского времени характерны уже другие ящерицы. Игуани чаще всего это ящерицы, родственные хамелеонам, хамелеонорфы. В палеогене, мелпалеогеновую границу пересекает только одно семейство ящериц. Вот это вот. Остальные группы все новые. Опять мы видим не очень быстрое накопление разнообразия ящериц. Максимум это шесть семейств. Ящерицы выходят на плато и в позднем палеоцене их разнообразие резко сокращается и фактически до одного семейства. Доминантови здесь являются ящерицы, родственные современным агамам. Следующий раздел работы, вот такого палеоэкологического плана, который говорит о том, что пики разнообразия ящериц были связаны с температурными обстоятельствами среды и вообще состоянием экосистем. Но мы изобразили вот это разнообразие уже, так сказать, другим образом на графике и на сетке времени. Мы видим вот эти три этапа, о которых мы говорили. Но зато можно оценить, каким образом шло динамика разнообразия, если учитывать только семейство. Вот для мела, для раннего мела максимум 9, семейств для позднего мела 23, для палеогена тут не очень высокое разнообразие, 6 семейств. Но все-таки это довольно любопытно, потому что после таких пиков подъемов разнообразия следует спад, и это каждый раз примерно три раза. Но поиски вот этой закономерности, они приводят нас к биологии группы, которая в современности целиком зависит от условий окружающей среды, потому что разнообразие ящериц, оно закономерно растет от полярных областей к тропикам. То есть это группа мел и рептилий, довольно теплолюбивая. Но если следовать этой логике, то падения разнообразия, они как-то связаны с похолоданием. Вообще-то немного, когда мы начинали, это нам казалось немного странным, потому что открываешь любую книжку, и там читаем, что мел, теплая эпоха, леденения нет, все, температура выровнена, по всей поверхности бегают одинаковые динозавры. Но оказалось, что все совсем было не так. Вот специальные работы, в том числе сотрудников ГИНа, показывают, что все-таки климат был немного разный. Были даже градации и мела определенные. Но вот у Чумакова нам нравится эта схема, потому что выделена им гумидная теплая эпоха, которая приходится на поздний мел, она практически совпадает с двумя довольно большими пиками разнообразия ящиц. Есть еще данные по паротемпературам. Я здесь привел картинку из работы Литой Санши Захаровой в 2002 году. Там, видимо, были еще работы, некоторые я знаю. Вот, которые показывают флуктуацию температурного тренда Мелу на севере Сибири. Но, насколько я правильно могу понять, выбор Сибири, случайно или не случайно, он просто показывает, что это область, когда можно ловить колебания температур, лучше, чем где-то там в более южных областях. Вот. Нас здесь воодушевляет то, что вот эти некоторые пики потепления, они совпадают с пиками повышения разнообразия ящиц. Ну вот в Аптальбе примерно, Сантон-Кампан примерно, ну и полиогеновое потепление, оно всем хорошо известно. Но было бы, конечно, наимно думать, что ящериц, их разнообразие зависит только от температуры окружающей среды. Конечно, Мелу это еще эпоха, когда на арене жизни появляются цветковые растения, а ящерицы так или иначе все-таки с цветковыми растениями связаны. Иногда прямо, иногда опосредованно. Опосредованно это когда ящерицы питаются насекомыми, а насекомые, их разнообразие резко увеличивается, и биомасса резко увеличивается с появлением цветковых растений. Про это можно почитать в специальной литературе палеоэнтомологов. Но в кознем Мелу появляется группа ящериц, которые, видимо, уже прямо связаны с цветковыми растениями, поскольку мы обнаруживаем формы с многорешинными зубами. Такие зубы бывают, например, в современных игуан, которые, как, наверное, некоторые знают, предпочитают питаться не насекомыми, а листьями сочных растений, или плодами, или генеративными частями растений. Ну и последний раздел моей работы, он касается такой исторической зоогеографии Центральной Азии с помощью неких реконструкций, которые мы могли бы сделать с помощью ящериц. Вообще ящерицы — это довольно зоогеографическая группа, в современности процветают следующей точкой зрения. Вот считается, что игуаны — это примитивно-архаичные ящерицы. Оказалось довольно интересное распространение игуаний в современности. Ну вот игуаны, они привязаны к Северной Америке, есть они на Мадагаскаре и на архипелагах островов Фиджи и Тонго. А вот в Старом Свете и в Австралии представлены родственные игуаны Магамы. Вот, на это довольно интересная картина для зоологов, и на это такое необычное распределение они смотрят с двух точек зрения. Ну, такая первая точка зрения, я как-то вычитал в книге Ахчаткара, который красиво написал, «Слишком похоже, чтобы жить вместе». Это означает, что когда-то эти ящерицы заселили весь мир, видимо, в Триасе, когда была зоогеографическая фангея. Потом появились Агамы и вытеснили игуан. Но для этого, правда, надо допустить некоторую вещь, которая сейчас недоказуема, что ящерицы произошли в Триасе. Триасовых ящериц, доказанных находок, не существует. Кроме того, эта концепция не палеонтологична совсем. Ричард Эстас достаточно давно все-таки решил откорректировать эту точку зрения. Он предположил, что Агамы и игуаны произошли на южных континентах, в Гондване, а все остальные ящерицы на северных континентах. Ну и потом Агамы оказались в восточной части, Гондваны и игуаны в западной части, и дальше они осваивали север, насколько это могли. Ну вот, например, игуаны попали в Европу через фунистический мост, североамериканский, антильский, скорее всего, антильский, а не панамский. Ну так, по крайней мере, некоторые специалисты считают. И оказываются в палеогене Европы. Неожиданно. Ну, совсем неожиданно также оказалось то, что игуаны оказались не то чтобы в палеогене, а в поздней милу Центральной Азии и даже в ранней милу. Ну, несколько находок, и, в общем, эти две теории, с нашей точки зрения, практически обесцениваются. Ну, это как теория вопроса. Ну, а практика такая. Мы, когда пытались изучать разнообразие позднемиловых ящериц, то представили себе, что, хотя семейства очень много, но все они, с географической точки зрения, делятся на две группы. Первая — это эндемики, местные группы, которых ниоткуда взять, и в это время нигде не представлены. И группы, которые каким-то образом проникли в Центральную Азию. Вот эти мигранты, они делятся на две группы. Одна из них связана с Америкой, и не только северной, но и южной, что как бы необычно. А другая группа, ее как-то взять особенно неоткуда, и корней ранней миловых тоже нет. Ну, искать эту территорию такую фантомную, мне кажется, долго им приходится. У нас есть резервная территория, судя по динозаврам, это Юго-Восточная Азия, где были сделаны находки, вот в Таиланде, в раннем милу, пситокозавра. Пситокозавры — это обычные для Центральной Азии. Мы предполагаем, что некоторые группы ящериц пришли вот из Юго-Восточной Азии. Ну, и тут еще следует сказать, что эндемики тоже отличаются друг от друга. Те, которые связаны с ящерицами ранними лобами, и те, которые пришли и возникли на территории Азии от предков-мигрантов. Таких выделить довольно сложно, но, тем не менее, они связаны либо как-то с Америкой какими-то корнями, либо с Юго-Восточной Азией. Ну, главное впечатление еще интересное — это то, что по нашему представлению мигранты из севера и из юга появляются в летописи одновременно. Причем таких волок миграций мы насчитали, ну, грубо говоря, четыре, если еще залезть в начало кайнозоя. Ну, а между такими волнами миграции есть как бы фаза изоляции, когда появляются новые еще, новые группы, которые не связаны больше по расхождению с такими-либо территориями. Ну, вот эту схему я попробовал конвертировать в фаунистические связи в виде континентальных мостов, но это не континентальные мосты, это фаунистические связи, надо иметь в виду. Вот, и тогда у нас получается, что меловая берингия, довольно известно, что Центральная Азия и Северная Америка были связаны между собой через берингистый мост. Таких берингий было, видимо, не одна, вот, а несколько. Или была одна, но которая тостопрерывалась. Ну, получается довольно интересная картина. Ну, вот тут еще объясняющая картинка из работы Рутиана Куландадзе, которая показывает, каким образом американские ящерицы могли проникнуть не только в Азию, но и в Южную Америку. Рутиана Куландадзе предполагает, что перед тем, как Центральная Азия впервые связалась, Северная Америка впервые связалась с Центральной Азией, был мост между Северной и Южной Америкой, фаунистический мост. Вот это хорошо, кстати, подтверждается данными по динозаврам. В палеогене картина и простая, и сложная. В общем-то, довольно известно, что в палеогене Центральная Азия соединяется с Северной Америкой, это по млекопитающим известно. В олигоцене, в раннем, устанавливается твердый контакт Центральной Азии и Европы. Это тоже подтверждается семействами ящерицами, но обыкновенная ящерица, лацертида проникает в Центральную Азию. Ну вот, вопросы вызывают вот эти, южная часть континента. Здесь на эту тему существует очень много всяких теорий и версий, каким образом Азия соединялась с этими Южными континентами. Я, к сожалению, не могу по ящерицам выбрать какую-либо одну. Ориентиром для нас вот являлась работа Рутиана Каландадзе, которые исследовали фонистические связи этих южных территорий с Центральной Азией, вот у них получается картина следующая, что Индия и Юго-Восточная Азия впервые соединяются только в среднем оцене. Ну, в олигоцене уже такая связь трудная. Ну, единственное, что вот у них непонятно, палеонтологических данных нет, каким образом соединялась Юго-Восточная Азия с Центральной. У нас картинка немножко другая. Мы видим, что, или предполагаем, что Центральная Азия соединялась с Южными континентами уже, с Южными субконтинентами соединялась уже в раннем оценке, потому что в Индии есть находки азиатских ящериц. Это с одной стороны. С другой стороны, значит, Индия, видимо, была донором еще нескольких групп рептилий. Это игуаны, видимо, змеи. Причем некоторые группы змей, они есть известные в Европе, в Северной Америке, но одна группа, она характерна для Южного региона Азии, это акрохардиды. Ну и дальше, по нашей версии, может быть, она спекулятивна, там, скорее всего, разыгралась следующая ситуация, если принимать в расчет наших ящериц. Скорее всего, произошло следующее. Индия, которая в Палеогене оказалась вблизи северных континентов, в первую очередь вступила в фонистическую связь с Юго-Восточной Азией. И связи Центральной Азии и Индостана, они были опосредованы. А прямая связь, она возникает, видимо, несколько позже, в среднем оцене. Хотя в литературе можно найти реконструкции практически любые. Ну и последнее два слова про то, где произошли ящерицы. Ну, я говорил, что некоторые допускают, что ящерицы произошли на территории Гондваны. На самом деле, мы видим, что архаические ящерицы распространены на северных континентах. Вопрос вызывает только Африка. Африка обычно рисуется как часть Гондваны, но в Африке те же самые архаические группы ящериц, которые в Юре и вранье Милу распространены на северных континентах. В итоге получается, если взять ящериц, что территорией происхождения ящериц является Афролавразия. Но это как бы теоретическое представление. Мы, конечно, доказать это не можем, но мы можем сослаться на работу Рутиана Каландадзе, которые, в общем, не анализируя данные по ящицам, нарисовали нам эту Афролавразию в таком предположительном виде, при этом указали примерный возраст того, когда ящерицы и произошли. Древнейшие ящерицы датируются с средней юрой. Ну, в общем, если это взять за основу, то с нашей точки зрения ящерицы произошли на северных континентах, плюс Африка. И вот эти северные континенты являются основными центрами происхождения современных ящериц. При этом Центральная Азия выступает таким довольно активным центром происхождения, поскольку мы можем предварительно реконструировать происхождение ящериц на территории Центральной Азии в числе 16 семейств. Таким образом, в Центральной Азии ящерицы активно эволюционировали в течение мелой полиогены. Всего здесь удается отметить почти две трети семейства от числа известных. Из них часть, составляющая немного менее половины, видимо, была связана с происхождением территории Центральной Азии. Подъем разнообразия ящериц носил волнообразный характер, абсолютный максимум достигнут в середине компана. В составе позднемеловых ассоциаций отмечаются как автохтонные, так и алохтонные группы. В раннем милу последние отсутствуют, а в полиогене преобладают. Современные черты. Состав ящериц Центральной Азии приобрел в гниогене. Я про него ничего не говорил, но небольшие коллекции тоже существуют. Не в полиологическом институте, но они просто опубликованы. После полиогена, в общем, начинается современная история ящериц. Ну и дальше два слайда с выводами, которые я зачитывать не буду. Они есть и в авториферации. Спасибо. 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 Спасибо.